Здравствуйте, товарищи! Сегодня начинаем очередное занятие Красного университета, Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интернет-телевидения. Сегодня у нас очень интересная тема – взаимосвязь категории «Быть и я». О чем она интересна? О тем, что мы начинаем сначала. Это очень важно, что мы начинаем сначала, поэтому заодно узнаем, что это такое. Так? Это раз. Во-вторых, кого-то может насторожить вот эта формулировка «взаимосвязь». Я даже думал, как людям пояснить, чтобы они на меня не напали, что вроде как те категории, которые были раньше, взаимосвязаны с теми, которые будут позже. А те, которые позже взаимосвязаны с теми, которые были раньше. Ну, вроде так, как они взаимосвязаны? В чем тут дело? А дело в том, что мы имеем дело не с сочинением человека, который высказал свои позиции по ряду проблем. А мы имеем дело с системой, научной системой логики. Это вообще редкость – научная система. Сколько мы знаем наук, у которых есть научная система? Химию мы знаем благодаря Менделееву. Вот там есть таблица и ничего другого нет. И по этой таблице можно было определить уже элементы, которые не открыли, а потом позже открыли. Мы знаем капитал Маркса, три тома. Некоторые, правда, прибавляют четвертый том, потому что такая мысль была, и у Маркса может назвать так, а потом они от нее отошли. Потому что это теория прибавочной стоимости, это рецензии на ранее вышедшую всякую экономическую литературу. А система сама по себе, она очень простая, производство капитала. Тут все по стоимости продается, чтобы, так сказать, показать, что при продаже по стоимости будет прибавочная стоимость. А не так, что один другого надувает, что мы наблюдаем на поверхности явления. И так собираются богатства. Так собираются некоторые богатства, это понятно. Но совсем не обязательно для этого надувать. Для этого надо честно оплачивать стоимость товара рабочая сила. Ну и так далее. А второй том, это уже не производство капитала, а обращение капитала. Ну так если вы произвели, вы же не только стоимость произвели, вы потребительную стоимость произвели. Потребительную стоимость надо довести до кого? До потенциального потребителя, который выступит как покупатель. А для этого надо продолжить процесс производства в сфере обращения. В чем состоит производство? Например, транспортировка вещей, материальных благ, есть продолжение материального производства в сфере обращения. Дальше. А третий том? А третий том – это процесс капиталистического производства, воспроизводства, взятый в целом. Вот там уже всякие явления, которые на поверхности. Если кто-то думает, что по стоимости продается, ничего подобного, по стоимости – это редкость, если совпало. Все продается. Центром колебаний цен, как показано в третьем томе капитала, является цена производства, издержки производства плюс средняя прибыль. У нас братство капиталистов. Вы делаете фантики, вы делаете доменные печи, вы делаете уголь добываете. Это все усредняется. А какая разница? Важно, чтобы капитал в каждой отрасли давал одинаковую прибыль. Если он дает не одинаковую, то если он дает меньше, отсюда народ, я имею в виду капиталистический народ, утекает. А если он дает больше, то он притекает. Притекает, и тогда у них из-за конкуренции все это опускается, и может пройти эту точку равновесия и так далее. Ну и тут всякие осложняющие обстоятельства, как, допустим, абсолютная рента. Это все в третьем томе капитала. Ну вот это научная система. Дело в том, что научных систем так мало, что если вы все их прочитаете или изучите, ну это у вас не займет уж так уж много времени. Потому что, скажем, в той же самой физике всего две научные системы, да? Ньютона и Эйнштейна. А остальное все это, так сказать, доработка, усиление, развитие и так далее и тому подобное. Гегель говорит, что вот хуже всего таким наукам, как медицина, потому что она очень сложная. И как показало дальнейшее развитие событий, настолько сложное, что здесь еще связано с наследственностью, потом, так сказать, с этими формами, которые связаны с передачей, так сказать, кодированием информации. Поэтому научной системы пока в медицине образовать не удалось. То есть очень много накоплено знаний. Но это если я много знаю, кто я? Знаток. А? Знаток. По первому делу. Чего вы так все у меня делаете комплименты? Да знахарь я. Чего у меня? Не надо этих комплиментов. Знахарь я. Знахарь человек, который на самом деле знает. То есть если вот у вас живот заболел, попейте вот такую травку. А если горло заболело, отварите и прополучите вот этой травкой. И вот люди. И это все, так сказать, люди. Это действительно знания. Причем знания проверенные. Но от того, что они проверены, они научной системы никакой не образуют. Просто проверено, что вот от этого вам будет лучше. Снимайте очки и будете видеть лучше. Проверено. Я всю жизнь ходил в очках. А потом, когда начали вот такую рекламу, думаю, а зачем мне очки? Да я на любом расстоянии могу видеть. А поскольку реклама отвратительная, то лучше ее не видеть. А если мне что-то нужно к чему-то присмотреться, так я подойду, если что. И так стало хорошо. Но естественно, потому что организм, он же, раз он не в очках, он должен усиливаться. Мышцы работают. И у меня сохранил, не стало падать зрение. А так оно шло, что шло, пока я в очках был. В основном, так сказать, всю часть жизни. Ну, я прожил в очках, а сейчас, так сказать, прекрасно живу без очков. Это имеет отношение к системе? Нет, никакой тут системы нет. Мало ли чего, кто придумает. И какие-то ухищрения использует. А вот сколько было философов. Если вы начнете изучать философию, у вас будет впечатление, что кто влез, кто по дробам. Вот будете все читать, первоисточников, и этот хорошо пишет, и вот этот. Это у него правильно, это неправильно, с этим вы согласны, с этим не согласны. И вы будете разбредаться. Единственное, в философии есть всего две научные системы. У кого? У Аристотеля и у Гегеля. И все. И больше нет. Скажем, ни Маркс, ни Ангелес, ни Ленин не претендовали на то, что у них отдельная философская система. Они призывали... Что призывал Ленин в работе? О значении воинствующего материализма. Он призывал стать всем друзьями гегелевской диалектики и, так сказать, изучать и применять. Потому что научная система, будет ли она еще пока-нибудь такая? Вот, скажем, мы на занятиях кружка, так сказать, предлагаем хвост науки и логики Гегеля изучать по-другому. Потому что там идеализм Гегеля проявился, и поэтому там идет субъективность, потом объективность. Но если это переставить, и так вот, и больше ничего. То есть мы не можем книгу изменить. Книга, она документ. Но изучать-то я могу все прочитать, как написано, а потом могу изучать, поскольку штудируем же мы, не просто читаем. Изучать уже в соответствии с тем, что вот поставьте объективное, раньше субъективное, и вы увидите, как все хорошо получается. И тогда все понятно сначала. Тогда у него есть и механизм, и химизм, и жизнь, и человек. И тут бы как раз человеку-то явиться со своим сознанием, и субъективность. Нет, у него субъективность в самом начале. Хотя много не нужно знать, для того, чтобы понять. Если вот есть три книги, науке логики, учение о бытии. Отрицание этого учения, учение о бытии, так? Завершение этого учения и отрицание тем самым его. И это учение о сущности. Так? А если я прошел учение о сущности, если вы прошли, я вас поздравляю, если не прошли, я поздравляю, что вы пройдете. Значит, прошли учение о сущности, вы его завершили, и снова отрицаете. Второе отрицание, второе отрицание, отрицание, отрицание. А отрицание, отрицание, это возвращение к чему? Такое возвращение к чему будет? К бытию. А вовсе не к сознанию. К бытию. То есть тут никуда, если человек Гегель изучал, его не обманешь, даже если это Гегель пытается обмануть. Потому что одно дело, так сказать, наука, а другое дело субъект. Субъект может быть идеалистом. Но если он последовательно идеалист, но если вы до этого зачитаете, вы увидите. Но я там даже, вот, там даже есть и про материю, вы прочитаете, почти то же самое, что написано Лениным, материализмом и перекритицизмом. И про, так сказать, то, что она дана нам в ощущениях, это тоже прочитаете. Все это есть у Гегеля, но не на том месте. Поскольку он, ну все-таки, я думаю, надо как-то извинить человека, он идеалист, а вы хотите, чтобы он везде давал материализм. Ну, он вот две книги держал, первую, вторую, а в третьей книге, ну, немножко так, переставил. Но если вы не можете переставить, это уже ваше дело. Это никто вас не держит за руки и голову вам никто не привинчивает, так, чтобы вы не могли переставить. Переставляйте на здоровье. Вот, например, Ленин писал, что я вообще пытаюсь считать Гегеля материалистически. Это естественно. Он допускает материалистически, допускает. И в чем это выражается, а вот в том, с чего мы начинаем, с чего мы будем, что будем изучать? То, что есть или то, чего нет? Что есть. Что есть. Хорошее предложение – изучать то, что есть. Потому что если его нет, то как можно что-то отрицать, когда нет, еще нечего отрицать. То есть нет уже не может быть первой категории. Хотя вот к нам приезжал на конференцию в университет один товарищ из глубинки, заведующий кафедрой из Казани. И говорит, я считаю, что надо начать с ничто. Ну, так, я так на него посмотрел. Ну, чтобы было ничто, надо, чтобы было что. Ну, вы говорите, я начинаю с ничто. Так вы соображаете, что вы уже один шаг сделали. Если вы взяли ничто, ну и пошли дальше. Никто вам не мешает открыть науку логики, начать с сущности. И все тоже будет хорошо. Кто вас запретит? Сейчас вообще никто ничего не запрещает. Вам кто-нибудь запрещает изучать науку логики? Вы видели такое, нет? Наоборот, вот, так сказать, если человек изучает науку логики, лучше надо держаться от него подальше. Потом он еще потом и Маркса, потом он учит и Ленина. Как с ним спорить? Ну, как вот с ним спорить? Это страшное дело. Научиться в своем Красном университете, а потом никак с ним и не сладить. А с нами никто и не воюет. Вы не заметили, нет? Ну, иногда пытаются воевать. У нас хоть раз было, чтобы, вот скажем, я, например, вступаю в всякие дискуссии, хоть раз я проиграл? Нет. Это мне надо в заслугу поставить? Или поставить в заслугу? Тем товарищам, которые обеспечили этот уровень. А уровень определяется чем? Ну, вы будете учиться у великих, будете, ну, видеть далеко. А будете у всяких профанов учиться, ну и сами будете таким же. Поэтому Ленин вот советовал стоять на плечах великих, тогда видишь далеко. А если вы будете вот читать всякие книжки пустые там по философии, их тьма, в том числе. Вот, например, Ленин высказывался насчет истории и философии, это очень ценная книга. Ну, история и философии как-то. А вот философия истории очень отрицательную национирует. Я тоже ее прочитал без удовольствия. Вот из-за чего это все происходило? Войны, революции, ну, из-за того, что... Абсолютная идея, королесила по земле. И вот она туда дойдет, сюда дойдет. То есть, вроде можно ей объяснить, но это все равно, чтобы я объяснил бы ваш приход тем, что если какая-то у вас идея, идея вас сюда привела. Вроде бы и правильно, потому что идея-то была у вас сюда зайти. Но хорошо, что еще была идея о том, чтобы иметь ключ и сюда это вот все открыть. А иначе бы, если бы из этого обстоятельства, ничего из этого бы не вышло. Значит, итак, какая же категория? Все начнем, с простого или со сложного? С простого. Почему с простого? Потому что сложное – это сложенное из простых. Значит, ясно, что мы начинаем тогда не с начала. А мы договорились начинать с начала. А что такое начало? Кто-нибудь расскажет? Вот вы, в красном. Начало – это неразвернутая бытие. Чего-чего-чего? Неразвернутая бытие. Что значит неразвернутое бытие? Я говорю, у вас бытие завернуто. А уже во что? Неразвернутая бытие. Неразвернутый результат. Давайте вот, как? Неразвернутый результат? А чего он разворачивает этот результат? Я не очень понимаю. А завернутый результат, неразвернутый результат? Неразвитый. А? Неразвитый. Неразвитый, да. Так лучше. Потому что развернутый ближе к этому. Но вот это вот, вот видите, человек, он не совсем в тельняшке, но примерно в тельняшке. Неразвитый результат. Я к вам буду обращаться, когда у нас будут затруднения. Хорошо, спасибо. Ну, всегда надо иметь какого-то человека, которому нужна поддержка тут. Потому что у вас явное большинство, так неизвестно, кто выиграет в философской борьбе. Так, итак, неразвитый начало, неразвитый результат. А результат что такое? Развитый начало. Ну вот, этот край уже знает. Развернутое начало. Это неразвитый результат, это развернутое начало. Ну, то есть они, это пара. Нельзя говорить о начале, не имея в виду, началом чего оно является. Бывает просто начало. Давайте начнем. А что будем пить? Это бывает такое, когда. Давайте начнем, и как бы всем ясно, что начнем. Ну, у нас же другая тема. Мы сейчас что хотим понять? Мы хотим понять систему науки, логики, диалектику. Поэтому, значит, если мы хотим рассматривать начало, это начало этой самой всей диалектики. Правильно? То есть вы изучаете сейчас диалектику Гегеля? Когда изучаете начало? Да. Ну, да, когда гордо говорит, я изучаю диалектику Гегеля. А что вы изучаете сейчас? А начало? А что, вам это мало? Начало – это неразвитый результат. Считайте, что я изучаю результат. Ну, пока не развитый. Ну, как вы сразу хотите развитый, что ли, получить? Что, мне нравится? Так что, тут уже вы сразу становитесь в такую позицию непробиваемую. Я изучаю диалектику Гегеля. А вы? Вы не изучаете. Ну, о чем разговор? Значит, начинаем сначала. А начало – мы уже выяснили, что это бытие. А что вы знаете про бытие в начале? Ничто вы не знаете, а что вы знаете. Что? Вот, товарищ, подсказывает. Что оно? Есть. О, видите? Это же ответ. Ответ. Что оно есть. Только надо торжественно. Вот спросите меня, что я знаю в начале? Что вы знаете в начале? Я знаю, что оно есть. Видите, уровень? Совсем другой. В хорошем надо же как-то с гордостью говорить. А вы так… Ну, так в целом правильно. Я знаю, что оно есть. А что вы о нем знаете? Вот то, что оно есть, это означает, что оно бытие. То, что есть, называется, просто уже называется, название – бытие. Бытие. Ну, и что вы знаете об этом бытие, кроме того, что оно есть? Говорите. То, что оно развивается. Да ладно, такие слова и не говорите, даже страшно слушать. Развивается. Я не знаю, что такое развитие, а вы мне так… Что вы знаете? Вот. Что… А, ничто. Кроме того, что оно есть. Что-то чистое. Что-то чистое, а что оно… А мы еще ничего не знаем, что оно есть. Вы ничего не знаете? Но оно есть. Вы даете. Мы уже… Как вы не знаете? Только что, только что все вы, мы знали о том, что оно есть. Это мало, что ли? Вот про вас, если я знаю, что вы есть, это ничего не значит? Вы этого рискуете вообще. У нас много всяких случаев травматизма, нападений в вечернем городе. Я бы не вставал на такую скользкую позицию. Ничего не значит то, что есть. Вот я есть или меня нет. Даже я могу сказать, я вот не пришел бы сюда, и не было бы этой лекции. А вы мне заявляете, а это ничего не значит. Ну, нет, уж извините. То есть, надо уважать вот это. Вот надо уважать такую категорию. Это очень важно. Парменид знаменит только тем, что он говорил, что есть только бытие. И все. А ничто вовсе нет. Это говорил Парменид, великий древнегреческий философ. Материалист. Вы на уровне с Парменидом должны быть, а вы Парменидов все знают, уважают. То есть, что мы знаем о том? О том, как надо научиться правильно говорить. Мы знаем, что оно есть. А еще что вы знаете об этом? Ну, что вы еще знаете об этом? И кто-нибудь знает что-нибудь? Ну, странные люди. Вот, можно я скажу? А мы бы об этом больше нечего сказать. Если оно в начале, в начале, так и чего требуете, чтобы о нем можно было сказать что-то, кроме того, что оно есть? Нельзя в начале, от первой категории требовать больше, чем от начала. В начале мы можем... Если вы сказали, что оно есть, ну, это малое, что ли, вот что вы есть или вас нет? Это существенно или нет? Вам все равно? Жена у вас есть или нет? Все равно. Ну, а он узнает, что это вам все равно. Это уже угроза. Дети есть или нет? Ну, как... То есть, это бытие такая категория, что не надо перескакивать с нее, убегать. Бытие такая могучая категория. Вот, у нас есть занятие или нет? Ну, если нет занятий, так а что тут сидите? А если и сидите, так а почему вы не оцениваете, что вы пришли? Так вы, черт, откуда приехали? Специально запланировали, оформляли в Красную Мерсию. Да потом приходим тут на занятия, говорят, да, это не важно. Есть, нет. Ну, если не важно, так и нечего и проводить. Нет, надо с уважением. И к себе, и к этой категории. То есть, категория бытия, если это самая первая категория, да к самой первой надо относиться, как вот она, на ней строится вся система. Она первая, она же остается. Она никуда не пропадает. А почему взаимосвязь категории? А потому что следующая категория включает свое содержание предыдущую. И все предыдущие. Так? Поэтому бытие в свое содержание, вот это бытие, самое начальное бытие, включает все остальные категории науки логики. Поэтому никак нельзя недооценить. Вот это вот. Ну, какое это бытие? Как оно называется? Первое. Раз вы ничего не можете о нем сказать, кроме того, что оно есть. Я от вас добиваюсь, а вы ничего не можете о нем сказать. Это плохо? Я про вас плохое сказал? Или тут что-то есть плохое, что нечего об этом сказать? Ничего плохого нет. Это просто чистое бытие. Чистое. Вы хотите какое-то уже заляпанное, захватанное какое-то бытие. А мы изучаем в самом начале, какое бытие? Чистое бытие. А в чем его чистота? А в том, что больше о нем нечего сказать, кроме того, что оно есть. Но это мало, что ли, что вы есть? Не надо это недооценивать. Вот это чистое бытие. Ну вот, значит, раз о нем больше нечего сказать, об этом чистом бытии, кроме того, что оно есть. Но мы затвердили, что это очень важно. Но больше нечего сказать. А раз нечего сказать, мы уже пришли к категории «ничего». Или, другими словами, «ничто». Вывод, который делает диалектик. Он не говорит, бросил ту категорию, говорит, я буду теореты изучать. Поэтому игрушку поиграл, как ребенок, потом эту бросил. Вот машину буду разбирать на составные элементы. Разобрал машину, потом хорошо бы вот эту графин разбить. Ну и так далее. А здесь что мы получили? Мы получили, что мы пришли. Раз нечего различать, нечего тут изучать, нечего понимать, нечего рассказывать. Это вот мы своим разумом фиксируем в уме. Фиксируем этот факт. То есть мы следим за движением категории. И говорим, раз нечего, вот перешли к новой категории «ничто». Бытие перешло в чистое. Чистое бытие перешло в какое? В ничто. Какое? Чистое. Ну, чистое. А какое еще? Что мы о нем еще можем сказать, кроме того, что вот мы пришли? Значит, чистое бытие перешло в чистое. Ничто. А где оно переходит? Ну, в голове. Если вы будете думать о чистом бытии, то вы обязательно начнете думать, что оно чистое, 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 и что. И больше о нем нечего сказать. Вы придете к мысли о ничто. А в голове оно только потому осуществляется этот переход, что он на самом деле чистый. Любое бытие переходит в ничто. Про вас не буду говорить. А я, к сожалению, должен вам доложить. Стоит сказать, я непременно умру. Ну, правда, поэты говорят, нет, весь я не умру и так далее. Я тоже весь не умру. У меня ролики будут идти. Их никто не заметит даже. Но если кто-то обладает другим свойством, что он будет жить вечно, вот сделайте то, что сделал Ленин, создайте снова партию, сделайте революцию, построите социализм и будете вечно живой. Я постараюсь. Постарайтесь, пожалуйста. Причем это ставка, представляете, вечно живым быть. Никому больше. Вот если вам это не удастся, и мне не удастся, а ему удастся, вот он будет вечно живой. Никого не интересует, есть он сейчас кашу или не ест, есть он курицу или мясо, вегетарианец он или обычный человек. Но вот если он это делает, он вечно живой. Ну, потому что вот Гегель у нас разве не живой, мы только и делаем, что его изучаем. А Ленина мы все время изучаем, учимся у него, Маркса и так далее. Марксу очень бы понравилось, как мы относимся к нему. Правильно? А Енгельсу? Он вот карпел на вторым и третьем том, Маркс выпустил только первый том, а остальное у него было подготовлено, частично рукопись. Она в печати, это большая очень работа. Все надо там вычитать, все поставить. Енгельс аккуратно в фигурные скобки вставил свои ставки. Чтобы было видно, где вот Маркс, а это вот Энгельс. Где он добавил, вставил, чтобы было хорошо. Поэтому Маркс тоже вечно живой, и Энгельс вечно живой. Ну, Гегель, само собой. И даже парменит вечно живой. Тот, кто сдаст зачет в Красном Университете, будет вечно живым. Кто не сдаст, тоже будет вечно живым. Но, как-то это будет с другим знаком. Так. Значит, чистое бытие перешло в чистое ничто. А чистое ничто теперь рассмотреть. Оно есть? Чистое ничто есть? Да. Ну, раз есть, то оно что? Бытие. Ну, бытие. А какое? Сотрицанием. А какое оно бытие? Вот уже про чистое, уже как-то застревает язык. Почему? Потому что это уже мы тут сколько логических шагов сделали. Поэтому уже язык не поворачивается сказать, что это чистое бытие. Просто бытие. И тогда уже мы говорим не о том, что чистое бытие переходит в чистое ничто. Чистое ничто переходит в чистое бытие. Это понятно. Но дальше мы уже можем... Раз мы все время имеем дело уже с таким бытием, которое не изначально, а чистое ничто в него перешло. А ничто выступало и в виде начального. Это из него происходило. То есть нет у нас уже чистого ничто, нет чистого бытия. И дальше мы уже говорим не о чистом ничто, а чистом бытие, а о переходе бытия в ничто, а ничто в бытие. Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Вывод. Какой вывод сделает кто-нибудь из слушателей? Можно я скажу? Вывод такой. Нет бытия, нет ничто, а есть лишь движение исчезновения бытия в ничто, и ничто в бытии. Логично? Претензии есть у кого-нибудь? Претензии, протесты, заявления? Все правильно. Вот. Будьте вы оценщиками. Потому что они не оценивают, а вы оцениваете. Мне как-то приятно. И правильно сел. Мы с ним так договорились, что я буду что-то говорить, а он будет говорить, это правильно. И ничего. Это очень важно. Мы пришли к какой категории? К первой диалектической категории. К первой. Потому что первая категория науки и логики – это чистое бытие. Вторая категория – чистое ничто. Третья категория науки и логики – становление. И вот эта третья категория, она диалектическая по природе. Почему? Потому что в ней бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. И остановки тут нету. Нету тут никакой остановки. И нету тут никакого времени. Она просто все время переходит. Вот вы до этого не знали, а теперь знаете. Но то, что вы знаете, вы же забываете. Но вы не забываете, я забываю. Про вас не буду говорить. Вы скажете, что вот собрали и заявляете. Ничего, я дотяну до зачета, а потом могу уже забывать. А нет, там экзамен еще. Вот наделали этих прибонов. Приходится держать всякую чепуху в голове. Долго. Так, понятно, да? Движение, исчезновение, бытие, а в ничто, а в ничто в бытие. Вот что мы получили. Вот этот негасимый огонь, которым освещается вся наука логики. Нет там ни одной категории, посторонней. Нету. Всегда ищите противоположную. Нету. И если вы не нашли еще противоположную, значит, это не диалектично. Вы что-то вырвали одностороннее, холостически. Это понимаете. Ну вот, есть движение, бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Ну давайте это рассмотрим. Значит, нет ничто, нет бытия, а есть лишь движение, исчезновение, бытие в ничто, а ничто в бытии. Ну вот давайте подумаем теперь, что же мы с этим делать будем. Значит, это становление. Название мы этому дали, вот этому самодвиживающемуся, этой самодвиживающейся категории. Это категория становления. Становление и есть, вот согласитесь со мной, благодаря разности бытия и ничто. Согласны? Если бы бытия и ничто не были разными, ну какой мог бы быть переход? Это вот переход, я в себя перехожу, как-то не очень смотрится. Хотя это тоже можно подумать на эту тему. Но в данном случае мы когда говорим о таких простых понятиях, вот бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие, можно сказать, что только тогда мы об этом можем говорить, если они разные. Мы не сказали различные, обратите внимание, я слово различные не говорил. Различные – это слишком сложное слово. Я таких сложных слов на этом этапе употреблять не имею права. Это там связано с определениями, что такое различие. Ну разные мы люди, разные. Все, этим сказано. Что вы хотите? Вы один, я другой. Все. Что еще тут содержится? Ничего. Никто не говорит, кто лучше, кто хуже. Ну разные мы люди. Когда разводятся, говорят, мы разные люди. И разводятся с женой. А что, они когда женились, не знали, что они разные? Очень интересно. Что они вот, так сказать, период какой-то жили-жили, и потом выясняется, что они разные люди. А что, иногда одинаковые? Сейчас вот женятся одинаковые люди. Это очень интересная наука логики. Ее можно ко всему применять. Почему? Потому что это всеобщие категории. Всеобщие, они есть во всем и применяются ко всему. То есть нет такого предмета, где вы не могли взять слово и сказать, я вот хочу об этом сказать, и вот то, до чего дошли, науки логики, можете это дело выдавать, и сразу получится, что с вами почти невозможно спорить. Ну, потому что этим в основном никто не владеет. То есть мы тут с вами, так сказать, драгоценные элементы. Причем и преподавать не могут. У нас вот только там Александр Владимирович Золотов преподает. Виктор Иванович может Галко это преподавать. И профессор Казенов, и я. Ну, и я больше не знаю, кто может это преподавать. Нет, я думаю, Галко, Юрков, конечно, может. Вот он у нас и будет вести семинар. А вы это увидите, что он может и преподает. И у него только один недостаток, что он моложе меня. А все остальные достоинства сохранены. А это достоинство. Так, ну вот. Значит, вот теперь сейчас будет строго логический вывод. Значит, становление есть благодаря разности, бытее и ничтол. Это первое положение. Раз. Это разность становления исчезает. Второе положение. Ну, то есть бытее переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. А раз эта разность становления исчезает, значит становление исчезает. И все, добытое нашим тяжелым умственным трудом, исчезло. Фокус. Фокус. Это хорошо же. Ну, исчезло, это не значит, что оно пропало. Ну, исчезло. Раз исчезло, значит, надо есть смотреть. Мы как диалектики понимаем, что оно исчезнуть. То, что было, никуда исчезнуть не может. Оно во что-то. Нет, весь я не умру. Знаете, как поэты говорят? Весь я не умру. Ну, и хорошо, что весь я не умру. То есть, что-то умрет несущественное, а то, что надо, останется. Значит, что является отрицанием, раз его нету, то есть оно исчезло. То есть, надо выяснить, что значит исчезло. То есть, произошло отрицание становления. Что может быть отрицанием беспокойного единства, бытия и ничто? Что? Становление беспокойного единства, бытия в ничто, ничто в бытие, бытия в ничто, ничто в бытие. Вообще надоело это вот вистопляска. Надо это отрицать. Вот и произошло. Оно самоотрицание произошло. И что является отрицанием становления, беспокойного единства? Кто скажет, что является отрицанием беспокойного единства? Спокойная простота. Вот видите, когда сюда приходите, смотрите, надо одеваться в такую вот тельняшку. Это говорит, что мы в науке логики разбираемся. У вас уже близко к этому идет, только вы широко разбираетесь, широкий шаг взяли по нескольких категорий. А он каждую категорию так отдельно разбирает. И вот сколько мы категорий, и вот сегодня я не дойду еще до всех категорий, которые у него на тельняшке. Вот человек предусмотрел. Потому что все содержательно, и форма содержательна. А содержание оформлено. Он оформил свое содержание, а теперь у него и форма содержательна. И так что получилось? Что, следовательно, становление, отрицание становления – это спокойная простота. Ну, раз отрицает беспокойная, это спокойная. А место становления, то есть место сложного – простое. Отрицается и то, и другое. И движение отрицается, и сложность отрицает. Значит, спокойная простота. Действительно, как такое может быть? Ну, так как может быть? Ну, если вы сделали, если оно само себя отрицает. Что является отрицанием беспокойное единство? Спокойная простота. А тут ничего другого не сделаешь. Это не мнение Иванова, Петрова, Сидора или мое. Запишите вот мое мнение. Вам интересно, мнение или знание? Вы за мнениями пришли или за знаниями? Мнение у меня есть по любому вопросу. Знание только поэтому. Я сомневаюсь, чтобы народ, значит, какой-то отпустился в путь ради мнения. Послушать чье-то мнение. Иногда хотят выколупить из мнения какое-то знание, по крайней мере. Бывает такое. Что вы думаете по этому вопросу? Да я по любому вопросу что-нибудь додумаю. Поэтому вот эти все интервью, они носят такой очень поверхностный характер. Значит, отрицанием становления является спокойная простота. Так спокойная простота. Есть спокойное и простое или нет? Есть. Есть. Ну, раз оно есть, то оно как? Что оно с тобой представляет? Вот. Вот видите, вот. Я знаю, к кому обратиться. Вот раз, два. Спокойная простота. Мы с ними договорились, они уже все подготовили. И так уже все разыграно у нас здорово. Спокойная. Ну, конечно, мы сидели, ночью сидели. Спокойная простота. Так она есть, есть, значит, это бытие. Какое? Чистое? Ну, какое чистое? Тут уже за ним вот такая история тянется. Уже чистое нельзя. То есть, но оно есть? Есть. Налицо. Налицо. Ну, раз есть, значит, оно налицо. Они где-нибудь там, под этим самым. Вот сейчас у меня руки налицо или не налицо? Нет. А сейчас? Налицо. Вот если они, они есть руки? Не сомневайтесь, нет? Сейчас, думаете, я сейчас культяшки какие-то подниму? Нет, они есть, но не налицо. А сейчас налицо. Отсюда наличники. Знаете, на окнах наличники. Потом вы отлили. Вот у вас карта есть какая-нибудь? Сбербанка или? Есть. Есть, да? И наличные есть. Ну, вы понимаете, что? И наличные есть. Ну, наличные-то есть. А вот вы в курсе дела, что, возможно, ваш банк уже лопнул? Это отличает наличные деньги от безналичных. Потому что вот все те, кого грохнули, так сказать, какие-то банки, от таких банков была тьма. Вот нашу последнюю историю. Они все имели какие-то карточки или счета в банках. Поэтому вот чем отличается наличность? Наличные вы полетели в карманы, вот они у вас есть. Ну, пока не поменяли, деньги не придумали сейчас, с завтрашнего дня скажут. А деньги теперь другие. И все ваши деньги. Это наличное стало уже неналичным. То есть они как бы и есть. Но их куда-то потом свозят и бросают в старые шахты для ракет. Там много-много места. И туда их закапывают. Не знаю, зачем так делают, но вот такая практика. Так что с наличными все хорошо у вас. Так что на чай хватит, да? Ну, вот будем, если что, тяжелые времена, все грохнет. У меня тоже есть карточка и Сбербанка, и ВТБ. Оба эти банка могут рухнуть, и все. Ну, мы даже у вами имеем же наличные. Ну, и все. Целый кошелек. Мелочь главное иметь. Это вообще железо, металл. Из чего здесь он 10 рублей, как вы думаете? А? Из медицин. Из железа. Из чего? Из железа. Из железа. Из железа. Рай, вот он знает. Он потому что не налично смотрит, а в сущность. Раньше были они вот из сплава. Из сплава. Медно-никелева. А сейчас они сделаны из стали. И сверху покрыты. Поэтому заметили, что кошельки стали тяжелее? Вот только поэтому. А как проверить? Очень просто. У кого есть 10 рублей, вы к магниту поднеслись, а они прицепятся. А с виду, ну, прям золотые эти десятки. Так, ну вот, мы пришли к какой категории? Наличного бытия. Ну, так что нам делать теперь, когда мы пришли к категории? Ее изучать. Мы ее изучаем. Наличное бытие. Оно есть. Так? А из чего оно, а как мы, вот как вас изучать? Я буду спрашивать, кто у вас родители, кто бабушка с дедушкой и так далее. И тогда начну. Ну, как всегда, напишите свою биографию и так далее. Так же и с наличным бытием. Точно такой же способ. Откуда взялось наличное бытие? В результате снятия становления. Значит, в этом наличном бытии, в понятии, в содержании понятия наличного бытия находится становление. Правильно? То есть, оно в нем. Вот у вас желудок есть? Покажите. Не покажите. Он не налицо. Ну, вот, но если он не налицо, но это не значит, что его нет. Так и здесь. Наличное бытие. В нем оно есть. Оно в себе есть становление. Но это становление уже не налицо. А оно там, вот в содержании. А раз оно в этом содержании, значит, там, кроме бытия, есть ничто. Только там были свободные бытие и ничто в становлении. А теперь бытие налицо, не на равных, а ничто только в нем. Ну, как у вас есть вот внешние органы и внутренние органы. Внутренние не налицо. А внешние налицо. Нос налицо. А язык уже не налицо. Если он будет все время высунутый, подумает, что это больной кто-то. Вот это очень важно. То есть мы вглубь категории, вот она взаимосвязь категорий. Все категории, начиная с чистого бытия, содержатся в каждой следующей категории. И каждая следующая категория включает все предыдущие. Все. На самом деле это такая цепочка. И каждая следующая категория, цепочка. Вам рассказать про наличное бытие? Сказочку. Расскажу. Берем чистое бытие. И пошли. И дошел. А если и надо дойти до сущности, так и до сущности надо так идти. И все это входит в содержание. Соответствующие категории. Гегель больше всего ругается на рядоположенность. Вот вы же не хотите, чтобы ваш желудок рядом лежал с вами вот здесь. Он ваш, ваш. То его достают и вот вам, на, дерите. Быстренько его тут упаковали. Все это сделали, заморозили. Сейчас же пересаживают все. Чего? Голову пересаживают. Вот проблемы, нашли желудок. Вот ваш желудок. Ну, думаете, стоит вам такую операцию делать? Или так мы оставим лучше ее в голове проводить? Вот мы чем отличаемся от хирургов? Только одним, что мы это делаем в голове. А они это делают прямо, так прямо скальпелем это, и достают, и пришивают. А мы туда пришивать ничего не должны. Оно все уже тут сшито так, все соединено. То есть в этом самом наличном бытии, раз в нем есть становление, а в становлении, кроме бытия, есть что? Ничто. Значит, в наличном бытии есть нечто. Но вы согласны, что одно дело, значит, не замужняя женщина, а другая замужняя? Разница есть. Разница есть? Есть. Потому что, когда говорят о замужней женщине, как-то предполагается, что есть еще другой человек, муж. И наоборот. Она замужем. А если муж, значит, это про кого разговор? Ну, про жену. Сейчас она позвонит, скажет, ты что тут сидишь? Что делаете вы? Пьете, наверное. Ну, что, я, например, в таких случаях не возражаю. Наверное. Так. И вот как, это значит, осознайте, что вот это, то, что мы нашли, ничто, это не то ничто чистое, это в начале, которое было, это такое ничто, о котором бытие. Это отрицание бытия в самом, наличного бытия в самом наличном бытии. Согласны, что ничто, находящееся в содержании наличного бытия, это и есть его отрицание. То есть ничто. А какое ничто? Ну, такое ничто, которое отрицает наличное бытие. В нем самом. Ну, вот, наверное, вы видели, когда костер догорит, и он покроется пеплом. Пепел почти холодный. А как вы думаете, какая температура углей? 600 градусов. А? 600 градусов. 600 градусов температура огня. А углей 1100. С помощью древесных углей выплавлялись железо. Раньше, когда не было кокса еще. Поэтому тот, кто топит, так сказать, печку так вот, он кидает деревья, пребна, они горят, горят, горят. У него все время 500, 500, 500. А надо дождаться, когда будут угли, синие подождать, когда это самое, синие огоньки уйдут. Это потому что угарный газ. ЦО. Закрыть. Заслонку. Заслыть. А все у вас красные угли. Вся вот печка там, много-много красных. И вот тогда пойдет жар. 1100. А мне мой товарищ, который мне это рассказывал, Валерий Павлович Худяков с завода Калинина, он говорит, однажды отец послал сына в лесную избушку, чтобы он там протапливал. Он приезжает, а дров нет и холодно. А в чем дело? А что ты делал? А я, говорит, все время топил. Дур-дров. Надо было угли сделать, закрыть. И вот это будет нагревание. Долго-долго. Допустим, до утра. А утром снова то же самое. Видишь, еще раз вот так. Так вот, вот это вот отрицание, которое здесь, оно не такое, которое было до этого свободное. Оно называется определенностью на личном бытие. Определенность, вообще надо запомнить, это отрицание. Вот если я про вас буду говорить, ничего плохого не буду. Вот человек, не дурак. Это что значит? Так он человек, я мог бы сказать, умный. А тут я так применил такую форму, что надо найти дурака, привезти сюда, поставить, вот посмотрите на этого дурака. Все видят, да? Вот он не такой. И ничего плохого я про него не сказал. Но я его увязал все-таки с этим вот товарищем. Ну вот, например, можно сказать, красивая девушка, она не дурна. Как вы хотите вот лучше бы сказать? Наверное, красивая девушка лучше смотрится, чем она не дурна. Поэтому вот это вот всякое отрицание, это определенность. Можно про вас сказать, что вы сюда пришли на занятия. Почему домой не пошли? Ну я вывод правильно сделал? Домой не пошли? Знаю я ваше занятие. То есть, что надо запомнить? Всякая определенность есть отрицание. Вот что могу вот про товарища сказать на основании этого выступления, что он не дурак. Но это не самое лучшее. Я лучше бы сказал, что он умный. Люди не различают это. Думают то же самое, как то же самое. И надо сейчас искать, что среди нас дураков нет, как я понял. Это надо сейчас пойти на улицу, найти дурака, привезти сюда, поставить, сказать, вот видите дурак, да? Вот он не дурак. Это сложная очень операция. То есть, это то, вот отрицание, которое вы, это и есть определенность. И по-разному можно всякие определенные свидетельства, я человек не в очках. Так, и кажется, что я вот от него, нашего уважаемого товарища, отличаюсь тем, что он в очках. Но очки-то, это же ваше отрицание, согласитесь? Или вы будете говорить, что это ваше утверждение, что вы в очках умный, а сняли, ну просто, я не знаю. А вот товарищ, он и не снимает, ему все равно. Он и так, и так умный. А очкарик, это отрицание? Нет. Ну конечно. Очкарик? Нет, это вы уже определенный. Это не ваше отрицание, это ваше. Это вы, это определенное наличное бытие. Мы забегаем вперед. Определенное наличное бытие. То есть, такое наличное бытие, в котором есть еще определенность какая-то. Разные бывают определенности, в том числе и такое. И вот мы получили определенность. Как назвать такую определенность, которая есть в наличном бытии? Мы же нашли ее. Какие есть предложения? А когда мы ее нашли, мы начинаем ее разглядывать. Вот вы даже сами сделали, я вас не просил. Вы сняли свои очки и стали их разглядывать. И вы свою определенность отделили от себя. Ну потому что вот он не отделял. Ну так они и сидят, и все, и никуда не деваются. У него борода, очки, все, что надо. А у вас, раз вы их отняли, и получились, они у вас стали отдельно. Определенность, которая берется отдельно, как называется? Вот кто читал? Сущность. Сущность. Ну, скакнули, вы даете. Как это надо сущности, как до неба. У нас это вообще следующая лекция. В следующий раз, в следующем семестре. Сущность. Как называется определенность, которую вы берете изолированно, то есть не так, как надо. Вот он, не так, как надо поступил. Вот товарищ поступил, как надо. И эту свою определенность отдельно взял. И сразу стало видно, что она есть отрицание. Это же видно, что это совсем не он. Это очки, а это человек. Есть разница. Мы не путайте человека с очками. А вот человек в очках, это человек с определенностью своей. То есть очки его отрицание. Или вы будете доказывать, что это вы. Очки это вы или не вы? Не вы. Ну, вот это ваше отрицание. Хочется сказать, что это ваше утверждение. Я думаю, ум ваше утверждение скорее. А вы или вы настаиваете, что очки это ваше утверждение. То есть всякая определенность, это, между прочим, трудно воспринимается. Всякая определенность есть отрицание. Дефинация ist negativa. Определенность есть отрицание. Вот я могу про вас сказать, что вы не дурак. Это не великая такая похвала. Но... То есть я дальше могу сказать, не просто не дурак, а умный. Но тогда умный это просто положительное его утверждение. А не дурак это же утверждение, но через отрицание. То есть как отрицание, отрицание. Отрицание отрицательного. Так вот, когда мы берем это отрицание отдельно, вот как товарищ сядет очки отдельно, его очки, они уже не его, они, ну как, дайте мне подержать там, в другом, и пошли эти очки. А потом, пока они по кругу шли, уже до вас не дошли, потому что это сувенир стали, эти очки, это очки человека, изучающего науку логии. Это можно продавать. И ведь купят. А? И ведь купят. Да. Купят. А, купим, сделаем рекламу, и купят. И вот, качество, это вот такая определенность, которая берется изолированная сама по себе, вырванная из наличного бытия. Там она в нем была, в наличном бытия, а ее отдельно. Как называется? Качество. Вот, знаете, видите, как мы с ним? Он все тренированно у нас с ним четко, качество. Все заучил вообще. Все. Качество. То есть, качество, это определенность, которая берется не так, как надо. Правильный вывод? Да. Потому что она вообще должна, определенность, браться. Ну вот, желудок мы уже брали. Не надо его вытаскивать вот сюда. Мы верим. Вот, скажем, если вы представляете себе такой шарик сделать, да, вырезать. Вот здесь вот точку поставить на коже и вырезать шарик. Ну, воздух, так сказать, вырезать легко, а тут придется ямку сделать, да. Ну, в этом ямке, в этом шарике будет и то, и то. Вот, если это кожа, то она содержит в себе и воздух, и обязательно элементы тела. Если она элементы тела не содержит, маленький такой шарик, он просто у вас над кожей. Это не относится к коже. Кожа, то есть граница, только тогда, когда она содержит и то, и то. Ну, мы забежали вперед. Здесь же мы, я подчеркиваю, что качество, когда говорят, вот у него есть замечательное качество. Если я говорю, что у вас есть какое-то качество замечательное, я от вас уже вашу определенность отделил. Что вот ум – это ваше качество, то есть вы, а есть ваш ум. Вместо того, чтобы сказать, что человек умный, я это дело разделил для начала. Вот человек, вот его ум, теперь скажите, вот это его ум, а теперь кто он? Ну, кто? Ну, кто? Человек без ума. А что вы еще скажите? Ну, скажите вы, раскритикуйте меня. Это кажется каким-то фокусом. Никакого тут фокуса нет, мы просто разбираем смысл понятий. То есть, поэтому все должны понимать, что вот уже понятие качества – это, ну, как бы, ну, то, что вырвано из соединения с бытием. Оно отдельно существует. Нельзя его брать отдельно. Мы берем. Почему? Потому что исключаем. Брать-то вы можете, но нужно отдавать отчет в том, что вы берете не так, как надо. Поэтому качество, качество, качество. Вот там написано качество, качество. Так качество есть? У вас качество есть? Ум у вас есть? Есть. Есть. Но раз есть, значит, это бытие. А раз бытие, то есть и его отрицание. Правильно? В нем. То есть, качество можно взять и как положительное, и как отрицательное. И как человек умный, можно сказать, не дурак. А дурак, можно сказать, не умный. То есть, можно одно и то же выразить, как положительное и как отрицательное. Любое качество. Высокий, что это значит? И низкий. Вежливый человек, можно сказать, не скандалист. Похвалил. Вот вы никого не убили, я вас похвалил? Или тут такая вот штука получается, вроде бы и похвалил, и уже связал. Вот все начинают, вроде я вот считаю, что он никого не убил. Тут уже начинается какой-то подход, подкоп. Про Маяковского такие сволочи, которые немножко знали диалектику, писали. Сегодня Маяковский выглядел вроде бы прилично. Сегодня, а вчера неприлично. Вроде бы. Еще отрицание. Вот похвалили. И вы сегодня выглядите вроде бы прилично. И что я сказал про вас? Сегодня. А что вы делаете? А что делать было вчера? А что завтра как начнет он королесить? Ну, это мы узнаем из газет. То есть, я хочу сказать, вы, наверное, видели вот в самом начале. Ну, казалось бы, пустые распустые категории. Но тут разворачивается, разворачивается все это богатство содержания. Поэтому качество есть, значит, оно бытие. Какое? У нас уже наличное бытие. Значит, качество наличное бытие. Раз наличное бытие, то его отрицание, вот качество, которое берется как наличное бытие, называется реальностью. Вот то, что вы умный человек, это реальность. Раньше это я так говорил, но еще неизвестно было, умный, не умный. А сейчас вот уже, благодаря отрицанию, которая закрепила его, как именно положительный. Потому что без отрицания положительный не является положительным. Вот то, что вы умный, это реальность. Ну, а отрицание, так и остается отрицанием. Реальность и отрицание. Вот две категории там увидите в учении на наличном бытии. Реальность и отрицание. И каждое есть. Раз оно каждое есть, значит, нет реальности, нет отрицания, которые отделились от наличного бытия. А есть лишь определенное наличное бытие. Был наличное бытие с определенностью, а теперь определенное наличное бытие. Вы приходили на занятия, как человек, так сказать, не знающий диалектики, приходили на занятия, чтобы узнать диалектику. Это все отрицание одни. А теперь вы человек, изучивший частично диалектику. Диалектику. Это чистое, это определенное, но личное, где все здесь присутствующие, в известной мере изучили диалектику. Так? И ничего плохого я бы не сказал. Правильно? Тут вообще ничего плохого нет. Но тут что сказать? Они изучили. Ну, тут отрицается, что не все. Ну, найдите таких людей, которые все изучили. Таких не найдете. Все нормально. Вот мы пришли к категории определенное наличное бытие. Вам нравится такая категория? Длинная. Ну, что это за категория такая? Определенное наличное бытие. И Гегель начинает его сокращать по просьбам трудящихся, я думаю. Сначала он пишет, давайте скажем про него короче. Налично сущее. Ну, у нас сейчас как молодежь? Не успеешь только рот открыть? Короче. Только, а я еще ничего не сказал? А, короче. Так они сами друг другу только начали. Короче, я вчера. А почему это короче? Может, это длиннее? Нет, это короче. Я иду как-то по историческому факультету. У нас второй этаж исторический в университете. А философский, где я работал, третий этаж. И там человек семь девушек стоит. И не слышно, что говорят. Но все выкликивают. Короче, 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 короче. Все короче. Нам лекцию не разрешают короче делать. Я бы сделал. Но скажут, а что же это вообще за занятия такие? Халтура. Короче. Вам сказано, вот, первое, значит, время там, вот, 8 часов. Вот сейчас будет перерыв. А не короче. А потом, после, через 10 минут мы продолжим. Никаких короче. Гигель, наверное, не по просьбам, требующихся сокращал, а в гимназии. Нет, здесь вот поверь. Здесь уже Гигель сократил. Налично сущие. Налично сущие. Ну, мы это еще повторим. Через 10 минут повторим. 10 минут перерыв. Мы дошли до налично сущего. А сущие, кто скажет, что такое сущие? Не знаете, что такое сущие, а? Определенные. Ну, определенные. Так определенные, если бы вы, 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 не сущие. Вот у вас желудок, сердце есть у вас? Или вы бессердечный человек? В разных ситуациях. И что, она у вас сущая? Сущая? А сущая? Существующая. Нет, так сущая или сущая? Не надо существующая. Существование, дорогие товарищи, том 2, учение о сущности, там найдете категорию существования. Сейчас вам запрещено говорить о существовании. Не я не употреблять не буду, и вам запрещаю. Ну, в каком смысле запрещаю? Мешаю вам ее употреблять, потому что вы откроете маленькую книжечку учения о сущности, там найдете свое существование. а мы о сущем с вами, сейчас поговорим. И назовет меня всяк сущий в нем язык. Не читали у Пушкина? Не читали. Сущий. Так, а хлеб насущный, не слышали такого? Слышали. Вот если у меня есть хлеб, а у вас нет, то у вас он насущный? Мы помним. У вас он насущный, но у меня насущный он, а у вас он не насущный. У вас нет никакого хлеба. О, видите, какие у меня часы? Свейцарской фирмы товарищ подарил, уже он покойный. Чесо. Вот наличие сущие, а не сущие. Мы их видим. Вы их видите, так вы и видите. Да. Так они и наличие сущие. Сущие. А вот сейчас они сущие или нет? Сейчас они. О, товарищ знает, в черном. Час, говорит, были и нет. Посмотрите свой кошелек. Тут есть такие люди, которые раз-раз и по диаметру там сидят, смотришь, а у вас что-то и нету. Проверьте, может, уже в два раза меньше стало. У меня кошелек ничто. А? У вас ничто? Ну ничего, о вас позаботились. Если у вас есть какие-то, хоть наличные, хоть безналичные, с помощью инфляции все время их уменьшают. И поэтому сущие у вас, даже если они у вас в руках, вот вы держите свои рубли и считаете, и перечитываете их, а их все меньше и меньше и меньше. Сколько сейчас? Инфляция 4. Обманываете, что 4, а на самом деле по продуктам и 10, и 20 процентов на морковку. Поэтому у вас раз потихонечку, пока вы тут держите в руках, у вас все меньше и меньше и меньше. Это момент становления, который называется прихождение. Это вы сами там прощете название. Есть прихождение и возникновение. Вот у вас прихождение, а у кого-то возникновение. Кто это в операцию и делает? Вот и все. Вы же уже не пойдете это покупать, то, что собираете? Потому что уже на это столько не купишь? Значит, есть другие люди. Есть люди, для которых повышение цен ничего не значит, потому что они тогда автоматом повышают цены свои. Капиталисты. А тот, кто продает рабочую силу, ну, кто повышает рабочую силу? Боритесь, а само автоматом не повышается. То есть у вас только падение. Так, ну вот. Раз у нас есть перерыв, если кто хочет задать вопрос, можно задать. Пять минут у нас еще остается. Пять минут. Сущая это наличная. А? Сущая это наличная. Сущая? Не доработала с тобой. Мы что с вами изучали? Наличное бытие. И пришли мы к определенному наличному бытию. К определенному. Поэтому оно не просто наличное, но определенное наличное бытие. А именно какое? Сущая. Определенное. И мы один шаг сделали, но мы еще укоротим. Ну, то есть, не я укорачивал. Гегель укорачивал, а я просто заметил, как он укорачивал. И хочу вам доложить. А вы взяли и пошли назад. Назад не надо. Только вперед. Но по сарану. У меня не вопрос, а просьба. Просьба давайте. Не надо книжек? Денег нет. Книжки подпишите. Давайте. Это я ходил к этому директору третьего парка. Мы просили автобусы, чтобы можно было отвезти в разлив. Автобус он нам давал, а у него там так, такая надпись, денег нет. Это для Алексея. Алексея? Да, для Алексея. Я повезу в Новосибирск. Ну, замечательно. Я там был, в Новосибирске. В основном я был в Академгородке. Значит, рассказываю. Вы видите фотографию, да? Ну, классовая борьба. Угрожающая звучит? Не так уж угрожающая. Тут пулемет вот тащит, товарищ. Максим. А, Максим. Вот. Ну, чтобы ко мне не прицепились товарищи определенные, значит, я эту картину, эта картина, она висит у нас в музее политической истории. Я пришел к смотрителю в музей, говорю, мне вот книжка выходит, мне нужна иллюстрация. Вот. Как вы? Да, пожалуйста, давайте деньги. Сейчас время-то какое. Сколько денег-то? Четыре тысячи. Хорошо. Я отдал им четыре тысячи. Лучше четыре тысячи отдать, чем прикопается. Скажет, вы что тут угрожаете пулеметами-то? А это не я, это художественная. Тут написано. Но это тоже надо было учесть. Мы же тоже делаем так, чтобы нам же не нужно, чтобы кто-то нас куда-то потащил. А потом кричат, нас, так сказать, объявили там, то все, пятые, десятые. Так вы думаете, голова-то есть у вас? В оформлении обложки использована репродукция картины на штурм. Удольника Г.А. Савинова из Музея политической истории России. Это такую надпись нам разрешают писать, если денежку заплатили. Так что ищите, так сказать, хорошие какие-то картины, которые отражают содержание. И, так сказать, вот оно, наличное бытие. Налицо. Это же на лице. А на лице, на лицо есть пулемет Максим. И вот дальше товарищи хотят сделать революцию. Ну, сейчас Максимов нет, поэтому мы что-то. Это история вопроса. Сейчас что-то другое потащит, если что. Так, что у нас со временем? Можно продолжать? Продолжаем. Значит, сущие, товарищи, отличаются от категории существующих, про которые вообще ничего не буду говорить. Потому что это категория существования. И это категория сферы сущности. Кто хочет, и считаете сущность, учение о сущности, там найдете вы существование. А я сейчас и вообще не собираюсь туда заглядывать. Зачем такие сложные понятия брать? Сейчас простое, сущие. Хлеб насущное – это какой хлеб? Который у вас есть. Вот здесь. А если он есть в магазине, пока вы идете, магазин закрыт. Или ограблен. Или хлеб оттуда, туда не завезен. Мало ли чего там есть. Мы ничего не знаем. А вот если он у вас есть, есть у вас хоть какой-то хлеб? Ничего нет? С собой нет. Ничего нету с собой? Ну что за жирень для людей? А вот Сталин говорил, нельзя работать без резервов. У вас что-нибудь есть? Ничего нету? Ну, а есть много. Какой у них приготовленный. А вдруг блокада там? Ничего. Хочешь что-нибудь там потихонечку отрезали бы? Как-то ели. И шоколадки нет, что ли, ни у кого? У меня есть. Народ. Поготовлены. Поградик. Первый день. Да. Ну, ладно, что делать. В общем, ничего сущего у вас нету. А у вас ручка сущая? Да. Вот, да, сущая. Потому что она есть вот здесь. А вот если вот дайте ее мне. Это ваша ручка, да? Ну, она ваша, но она сущая у вас? Сущая она у вас? Уже нет. Не будем спорить? Не будем. Все понимаете, сущая это вот непосредственное. И как, ничего, не надо никакого посредственного. Я не должен ничего ему передавать, потому что он мне и не отдавал. А вот если я у него, дайте, говорю, подержаться. Я вот студенту вам объясняю, у них навороченный какой-нибудь мобильный телефон. Я говорю, вот мобильный телефон, а вот форточка. А он у вас как, противоударный? И, ну, так смотрят в ужасе. Ну, у кого он насущный? Вот у меня он сейчас насущный. Он здесь, у меня, он как сущая. А у вас он... Это очень важно. Вообще, надо сказать, что вот нас приучает Гегель к тому, чтобы мы зря не говорили какие-то слова и выбирали сущие или существующие, или насущные. Вот это вот сущие. Так вот, наличное сущие. Гегель решил как-то это вот укоротить вам, это вот определенное наличное бытие. То есть, то, что у нас получилось. Длинно. Наличное сущие или нечто? Нечто, он решил назвать. И это же самое. Ничего тут нового нет. Это просто более краткое название. Наличное сущие, а еще более краткое. Вот я могу сказать, можно меня величать МВП. Тут ничего не нарушено. Первая буква имени, вторая отчество, третья фамилия. МВП. И заодно не узнают, кто это такой. Некто. Некто, да. Некто МВП. Вот это нечто. И вот дальше начинается разворачивание, рассмотрение этого нечета. Это определенное наличное бытие. А раз оно наличное бытие, а в наличном бытие есть что? Оно же результат снятия становления. Значит, в нем есть становление. А в становлении, кроме бытия, есть другая сторона. Какая? Ничто. Значит, вот это надо наше определенное наличное бытие взять как положительное. Это будет нечто. Пусть вас не пугает то, что впереди стоит «не». Нечто – это положительное, но это нечто, когда говорят про картину. А если их разделить, вот нечто отдельное, сказать, ну, это нечто. Ваш ответ – это нечто. Я вас похвалил или про руку? Похвалил. Похвалил, конечно. А видите, впереди нет. Нахально стоит. Вроде я хвалить начал, а в середине, когда гадость-то сидит, там нечто. Нет, чтобы сказать, это что. А я говорю, это нечто. То есть, ну, на самом деле, вот присутствие этого не… Только дает этому бытию определенность. Это определенное бытие. Оно всегда нечто. Вот вы, человек в очках. Сказали, что снимать не будете. Значит, человек в очках. А этот человек ему все равно в очках, без очков. Он чувствует себя одинаково. В становлении. Да. Нечто. Ну, раз нечто – это вот определенное наличное бытие, а в нем есть становление. А в становлении, как известно, и что, и ничто. Значит, вы должны определенное наличное бытие взять как положительное и взять как отрицательное. И в единстве. Как становление. Значит, поэтому у вас нечто ваше, единство. Наличного бытия. То есть нечто. Вот так оно. Нечто называется. Единство – нечто и иного. Иное – это же отрицание. Вот. А есть нечто, есть иное. Нечто – это фиксируется с помощью нечто равенства с собой. С помощью иного – неравенства с собой. И они находятся в единстве. Равенство и неравенство. Правильно? Не бывает равенства без неравенства. Не бывает неравенства без равенства. Нечто иное. Вот очень интересное место в науке логики. Вот оно близко к началу, далеко не надо залезать. Вот нечто иное. А дальше такие используются логические приемы, которые сам бы и не придумал, а вот Кекель придумал. Он берет, но все равно брать нечто, что брать для дальнейшего движения. Нечто или взять иное. Потому что и нечто есть иное, и иное есть нечто. Можно взять нечто, можно взять иное. Давайте возьмем иное. И тогда нечто – это иное и иного. Согласны? Но иное и иное – это же иное. Ну вот и запишите. Иное и иное есть иное. Отличная мысль. Иное и иное есть иное. Вот она, диалектика, до чего дошла. Иное и иного есть иное. Вы что изучали тут на занятиях? Да вот мы и изучали, что иное и получили такой результат. После целый час занимались. И в начале следующего часа получили вывод, что иное и иного есть иное. Ну и что такое вы получили? О, сейчас расскажу. Иное и иного. Во-первых, иное и иного есть иное. Здесь сидит утверждение равенства с собой. Было иное и осталось иное. Равенство этого определенного наличного бытия или нечто с собой. Иное и иного есть иное. Согласны? Что оно как было иное, так оно и стало иным. Все согласились, да? Но это написано же, иное и иное есть иное. Кто не понял? Иное же сказано, что иное. А вы все толдычите, что одно и одно и то же. Не знаю, как с такими людьми, как можно работать. А на самом деле что? А на самом деле в нем два утверждения. В этом утверждениях. Что иное и иное есть иное, же. И иное и иное есть иное. Не такое, другое. Вот два утверждения. И два можно прочитать и так, и так. И нельзя иначе и прочитать. Потому что в нем есть именно два утверждения. Почему два? А потому что вот здесь вы имеете дело уже не с каким-то, так сказать, ну, одноплоскостным каким-то моментом. А вы имеете дело с категорией, в которой есть противоположность. Она сидит тут, она запрятана. Но если вы хотите ее показать, вам просто нужно голосом показать, что иное иное есть иное же. Ну, просто иное было иное и осталось иным. Это же одно и то же, правильно? Ну, как правильно, когда, если написано иное? Вы что, не понимаете, что иное – это иное? Понимаю. Ну, раз понимаете, что говорили до этого? А мы говорили про то, что если... А надо... Как выкрутиться? Что если и то, и то. И то правильно. И это правильно. То есть два утверждения. Только эти два утверждения дают диалектическую картину. Интересная же вещь? Очень. Очень интересная. Очень интересная вещь. И вот, получив эту диалектическую картину, мы вспоминаем, а вообще-то ведь это определенное наличное бытие. А что мы все про бытие до бытие? Бытие до бытие. Это же определенное наличное бытие, правильно? А где определенность? Да вот нет, и есть определенность как раз. Это же отрицание. Детерминация с негацио. Определенность есть отрицание. Вот есть отрицание. Значит, давайте с определенностью посмотрим, как тут обстоят дела. Ну, раз с определенностью дела обстоят точно так же. Вот это не нечто. То есть определенное наличное бытие. Это же качество. У него есть качество, правильно? Что с качеством? Хотя качество это мы как бы отрываем немножко, таскиваем. Ну, потому что мы делаем предметом с отдельного рассмотрения этой агиловой определенности. И вот качество, которое есть в себе, в простом нечто. А в себе это что значит? Вы сейчас в себе или не в себе? В себе. В себе это что значит? Что замкнулись? С нами не будете разговаривать? Что это такое? Ну, что это значит в себе? Ну, вот такой взрослый человек не хочет сказать. Он есть он. А? Он есть он. А вы не есть он? Я есть он. А вы она что ли? А я есть я. Так как это сказать-то? Что это значит? Он есть он. Бревно есть бревно. Это вы хотите сказать? Это радостас. А? С радостасом. Вот. Молодец. Вот это он молодец. Молодец. Думаете, зря я его спросил. Я знаю, что он выкрутится. Диалектик уже прирожденный. Значит, равенство с собой. Момент равенства с собой выражается таким образом. Ну, есть он. То есть, это в себе бытие. А не равенство с собой. Вот вы же ведь, наверное, не только равны самому себе. Вы если будете все время равны, то это значит, что вот то, что вы сейчас знаете, больше никогда ничего не узнаете. Вы это осознаете, молодой человек? Да. Да, поэтому не советовало бы вам держаться того, что вы только будете вот равны самому себе и все. И будет это бревно равно бревно. Это вот нехорошо. А вот, значит, а другой момент какой у вас? Я равен и не равен себе. Нет, я про другой спрашиваю. Достаточно сказать не равен. Не равенство с собой. То есть, я буду знать все больше и больше и больше. То есть, я все время буду отличаться от кого? От себя. Правильно, совершенно верно. От себя. Человек, который развивается, уже он отрицает то знание, которое только у него есть и набирается. И все у него полнее и богаче, полнее и богаче. Так вот, качество, которое есть в себе, то есть равное самому себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. А что значит в нем? Ну, когда я говорю в внутренние органы, значит, я намекаю на то, что есть что-то внешнее, что внутреннее появляется и вовне. Правильно? Если умный человек, то и вовне он умный. А если умный только для себя и вовне, это ни в чем не выражается, то сомнительное это утверждение. То есть, качество, которое есть, то есть мы сейчас подбираем и фиксируем то, к чему мы уже подошли. Это же определенное личное бытие, мы эту определенность взяли отдельно, тогда это качество. Качество, которое есть в себе, то есть сохраняется, сохраняется в изменении. Есть в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. А что значит в нем? То есть, оно не внешнее, а внутреннее. Называется? Кто читал? Определение. Определение. Видите, у меня подготовлен товарищ, специально все продуманно у нас с ним. Определение. И вот мы пришли к облике. Вы где-нибудь такое определение, определение найдете еще? Нигде не найдете. И это определение выведено. Вы взяли определенность. Взяли ее, равную самой себе, как бы ее изолировали. Ну, потому что вы про нее говорите. И показали, что она только тогда является определением, которое, когда она есть и равенство с собой, и проявляет себя вовне. Качество, которое в себе в простом нечто и сущность, она находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытием. Что значит в нем? Значит, наружу выходит. У Гегеля вы сто раз найдете. Раз внутреннее, значит внешнее. Раз внешнее, значит внутреннее. Потому что они не могут быть... Когда я говорю внешнее, предполагается, что есть внутреннее. Когда я говорю внутреннее, значит... Тогда получается, если человек изучает марксизм, ленинизм, но не действует по этому учению, он не коммунист? Естественно. Еще коммунист, для того, чтобы он был коммунистом, он, конечно, должен действовать, а не только знать. Я знаю, что нужно делать для того, чтобы построить коммунист. Но я в этом участвовать не буду. Это не определение, получается? Да. То есть, в том-то и дело. Что определение человека, коммунист, это не тот, кто знает много про коммунизм. А как Ленин говорил, что это не должно быть то, что заучено, а это надо проделывать, этот коммунизм. Да, это коммунизм. А если нет этого действия, то это человек, который знает, как надо делать, чтобы быть коммунистом. И все. А будет он делать это или не будет? Это второй вопрос. То есть, не всякий человек, который вот это знает, но из-за того что следует? Из-за того следует, что это всем полезно изучать то, что мы изучаем, независимо от того, коммунист, не коммунист. Она же не закрыта. Другое дело, что, конечно, понять коммунизм и разобрать, так сказать, учения Маркса, Энгельса, Ленина, без этого по существу нельзя. Иначе будет начетчики, как или хвостуны, коммунистические шаралатаны. Их у нас очень много. И много их сидит в КПРФ, которая, как известно, выбросила диктатуру пролетариата, главное, так сказать, учения коммунизма. Но при этом называется коммунистической партией, это не новость. В 2014 году все соцпартии до единой, кроме большевистской партии, превратились в буржуатные. Они проголосовали за военные кредиты. И один человек, только Карл Липпнев, выбрал тюрьму. Потому что ты проголосуешь против военных кредитов, ты из парламента сразу вылетай в тюрьму. И наши на свежий воздух поехали, четыре депутата Государственной Думы. Багаев, Муранов, Шаков, Иногин. На свежий воздух. Ничего, они потом проветрились и прекрасно потом участвовали и в революции, и в строительстве социализма. А эти предатели, по существу, стали врагами коммунизма. Те, которые предали. Или, как говорил Ленин про Каутск у него, или в письменном столе, или в шкафу, или в голове. Есть ряд деревянных ящичков, и все работы, цитаты из произведения Маркса Энгельса, в эти разложены ящички. В деревянном. Деревянные ящички, или в столе, или в голове. Вот те, кто изучает науку логики, диалектику у него, в голове деревянных ящичков не будет. Почему? Потому что тут все переходит в другое, и тут несовместимо с деревянным ящиком. Вот всем, что вы просто заучиваете, что кто сказал. Ну, сказал да сказал. Вот мы уже добрались с вами до определения. И больше вы нигде определения, определения не найдете. Определения, определения. А? Вопросы. Давайте, так. Значит, ну, или вопросы, да? Вопросы, наверное. Но мы недалеко прошли, мы не все. Я думаю, что мы с вами убедились, как надо изучать. Поэтому изучать надо, конечно, самим. Вот читайте и дальше. Что-то будет понятно, что-то не вполне понятно. Но надо читать и читать и читать науку логики. С первого раза не поймете, со второго, с третьего. Я не знаю, сколько раз я прочитал. Ну, думаю, не менее тридцати раз. А некоторые места и больше. Но дело в том, что когда ходишь по пустому полю, там сколько ни ходи, там зерна не будет. А тут с каждым заходом ты находишь драгоценные зерна. Поэтому надо с этим спокойно смириться, что это сразу в голову не приходит. И язык непривычен. И в общественных науках вообще доказательства непривычны. А здесь все выводится. Все выводится, выводится одно из другого. И все идет с начала до конца. Вопрос. Чем отличаются отрицание и противоположность? Отрицание – это же утверждение. А противоположность – это факт. Например, противоположность, вот если вы возьмете войну как единое, здесь противоположные стороны воюют между собой. Это отрицание, что ли? Оно, конечно, отрицание. То есть оно подпадает под отрицание, но они уже положены. А положены, значит, они вошли единственно друг к другу. И это единственная борьба противоположностей. Вот что такое противоположность. Если они противоположны, значит, вот эта и эта сторона противоположны. Но они же в единстве, значит, эта сторона в себе тоже представляет собой противоположность. И эта сторона. И эта сторона уже двусторонняя. А и эта сторона тоже, только они как бы повернуты другой стороной. И это противоположность. И тогда получается, что противоречие единство чего? В противоположных сторон или противоположностей. Сколько противоположностей в противоречии? Три. Вот одна сторона. Это противоположность. Она же в единстве с той. Вторая сторона противоположность. Она же в единстве с этой. Ну, само противоречие. Единство противоположностей. Но мы же заехали с вами в учение о сущности. Человек хочет получить ответ сразу, прыгнув сразу к таким категориям, до которых нужно добираться. А как добираться? Двигаться, изучать, чтобы они не получались. Ну, примерно так. Потому что я сказал. Вот здесь, на занятии. Это не потому, что я сказал, а потому что эти противоположности выводятся. Категория противоположностей – это категория какого? Какой книги? Второй книги. Учение о сущности. Хотите понять, что такое противоположность? Надо читать «Учение о сущности». Не хочу ничего читать, но не поймете, что такое противоположность. Столько и всего. Поэтому от того, что я вам скажу и даже правильную вещь скажу, ну, она таким вот кирпичиком в голове и будет сидеть. Потому что она не связана с предшествующим и с последующим. А диалектика состоит в том, чтобы не заучивать, а выводить. Это не мешает этому, то, что вы это запоминаете. Запоминать полезно. Но это должно держаться не на памяти, а на выведении. А в памяти это выведение сохраняется. Лучше надо запоминать, как выводится, а не как формулируется только. Это тоже нужно знать. Я не против. Следующий вопрос. Гегель подчеркивает, что единство бытия и ничто в становлении – опосредственное, а в наличном бытии – непосредственное. Важно ли это? Что-что? Гегель подчеркивает, что единство бытия и ничто в становлении – опосредственное, а в наличном бытии – непосредственное. Важно ли это? Конечно, важно. Потому что наличное бытие, в нем непосредственно оно выступает, как наличное бытие. Там этого бытия не видно. Если вы берете наличное бытие, где ничто? А там есть и становление, и бытие, и ничто. То есть непосредственно две стороны. Непосредственно выступает и та, и другая. А наличное бытие надо еще докопаться через историю возникновения этого наличного бытия, чтобы увидеть вторую сторону. А вторая сторона там какая? Определенность. Это не бытие, принятое бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Вот там. Поэтому не непосредственно, а посредственно вот этим всем движением. И это не Ленин говорил, это Гегель говорил о Ленин. Ничего он тут особенного своего не привнес. Он просто это воспроизвел. Почему обязательное прихождение бытия в ничто? Если бытие есть, пусть и в чистом виде, а оно есть, где здесь обязательное прихождение в другую категорию ничто? Слово «обязательное» здесь ни к селу, ни к городу. Обязательность относится к чему? К действиям людей. Вот вы обязательно будете сдавать зачет. Не, можете и не сдавать. Но тогда не получите зачет точно. А то, что будет сдавать, тоже нельзя сказать, что уж обязательно он получит. Ну, вероятно, получит. Судя по тому, как мы сегодня с вами беседовали, получит. Но тут вот по отношению к категориям, какое может быть обязательство у категории? Это даже странно. То есть само это слово «употребление», которое товарищам, которым пользуются, совершенно сюда не годится. Обязательность чего-то. Я не понимаю. Кто какое обязательство брал, на себя какая категория. Нет таких категорий, которые взяли на себя какое-то обязательство. Поэтому это, я бы сказал, неочищенное мышление, когда употребляется то, что неуместно здесь совершенно. Какая тут может быть обязательность? Обязанность – это про людей. Про людей, а не про категории. Вам бытие обязано что-нибудь? Должно? Нет? А вы ему должны? Ну, про вас уже можно сказать. Но и мы не должны, слава Богу. Поэтому у нас обязательного по отношению к этим категориям вообще нет. А вот для того, чтобы получить зачет, обязательно нужно разбираться в этих категориях. Это другое дело. Вот тут уже слово обязательно уместно. Конспектировали ли вы науку логики при изучении? Что? Что? Конспектировали ли вы науку логики? Нет. Нет, конспектировал, я могу сказать. Я конспектировал, 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 потом бросил это дело. Почему? Бросили на первом? Потому что, ну, у меня две таких, или три тетрадки были. И я не знаю, куда-то я их больше никогда не использовал, и куда-то закинул, я не думаю, что я их выбросил. Может, они где-нибудь обнаружатся потом. Почему? Потому что тут как бы, ну, как вы будете конспектировать выведение? Всегда вы выписываете вот кусок, вот, ну, там, ну, ты скажешь, можно из Ленина сказать, Ленин сказал, Маркс написал. Ну, а что из того, что вы законспектировали кусок? Вот если вы какой-то переход законспектировали, наверное, это вот имеет смысл. Взяли и записали вот этот переход, который сейчас трудно сначала записать, держать в голове. Но, как я понял, что для изучения вот такой науки конспектирования, ну, мало что дает. То есть я все это законспектировал, добросовестно, а потом оставил их в покое, эти конспекты, и стал разбирать поведение. И разбирали мы вдвоем с профессором Смирновым, причем в таком примерно соотношении, что я, когда он защищал свою докторскую, я поступал в аспирантуру. А потом, ну, я ему задавал такие вопросы, как почитавшие уже на логике, что он очень это его заинтересовал. Он пригласил меня домой, что давайте поизучаем это дело. Начали мы с ним изучать, изучали мы с ним несколько лет. И каждый понедельник я к нему приезжал в 10, и до 14 часов мы с ним ругались по поводу понимания науки логики. И я его первое время обыгрывал. Потому что я раньше начал, а он, несмотря на то, что он докторскую успешно защитил, а я только вот еще защищал кандидатскую, я у него открылся. И причем я на него так нажимал крепко. А потом, вдруг в один прекрасный день я понял, что он-то изучает правильно, а я-то изучаю неправильно. Потому что я изучаю, запоминаю, что написано, а он выводит. И тогда, вот тогда у нас пошла другая работа. Мы стали разбираться над этими выведениями. Потом он написал книгу в 84-м году, которая называется «Экономический закон движения капитализма в капитале Карла Маркса». Это единственная диалектическая книга о Смирнов Игорь Константинович. Это единственная диалектическая книга по капиталу. Все остальные, под названием «Диалектика капитала» никакой там диалектики и вида нет. Нет никаких таких других книг. Вот. Смирнов Игорь Константинович. Он заслуженный деятель науки, сейчас уже покойный. А я после этого написал свою книгу, позже она вышла, в 86-м году, планомерное, при поддержке его тоже, «Планомерное решение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Это тоже, можно сказать, диалектика первой фазы коммунизма. Так можно считать. И вот Олег Анатольевич Мазов, у которого Игорь Константинович Смирнов был консультантом по докторской диссертации, а я был тоже консультантом, но неформальным. Он подготовил такую электронную книгу, в том числе в памяти об Игоре Константиновиче. Она называется так и висит на сайте московского отделения фонда рабочей академии «Диалектика капитализма и социализма». Там сначала идет книга Смирнова, очень ее рекомендую. Вот хотите диалектическую книжку почитать, почитайте. А потом идет «Диалектика социализма», моя книжка. И вот, так сказать, наши с ним изучения, многолетние изучения, привели к рождению такой книги. И поэтому по ней можно, так сказать, ну как бы вам хочется получить пример диалектического рассмотрения. Вот вы получите хороший пример диалектического рассмотрения. Но и больше таких вот особенно примеров-то и нет. но имеется в виду, что надо, чтобы они были большое и целое. Не в том смысле, что там по отдельным пунктам, моментам у нас много кто владеет и диалектически рассуждает и так далее. Но это, но вот тут это сделано в виде двух монографий, превращенные, так сказать, в электронное одно. Вот этим можете воспользоваться как самым таким благоприятным материалом для изучения подспорья. В последствии определение-определение, пожалуйста, еще раз. Запросто. Поскольку мы сто раз это повторяли с тем же самым смирновым, качество, которое есть в себе в простом нечто и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто в нем бытием. А в нем это значит не вовне. Правильно? Вот ваше качество оно же вот такое, которое у вас внутри, а не только наружу. Но вовне выходит. Но я не вижу смысла если раз повторять одно и то же, поскольку я точно процитировал то, что написано в науке логики Гегеля. Вы можете хоть 150 раз читать это вот то, что я процитировал. Поэтому тут никакой моей тут заслуги заслуга только в одном, что я уже это столько раз для себя и для других воспроизводил, что я могу это сразу процитировать. Причем я сразу хочу сказать, что у меня памяти механической нет. Но если вы сто раз повторите что-нибудь, то вы точно запомните. не будешь всякую чепуху повторять, а это определение и определение это не чепуха, это больше никто не знает или почти никто не знает из ученых. Из ученых почти никто не знает. Поэтому вот вы это освоите и вы сразу поднимаетесь на определенную высоту. Почему? Ну вот Ленин говорит, мы стоим на плечах великих. Если вы хотите видеть далеко, становитесь на плечи великих, а не на плечи пигмеев. Если человек считает Гегеля, Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, он видит далеко. А если у вас очень острое зрение, но вы где-то внизу пытаетесь разглядеть какие-то горы и ничего не разглядите. Причем это не такая вещь в наукологии, которую нужно раз прочитать и все. Это можно всю жизнь изучать. Правда, у меня были такие беседы со своими коллегами. Один коллега, в котором мы вместе были в аспиранторе, говорит, я говорю, а ты наукологии прочитал? Он говорит, нет, ну как, я докторскую защищаю. Не знаю, я говорю, я докторскую защитил. У вас сколько работ? У меня, 20. А, у меня 200. А сейчас у меня 375. То есть, это растрата времени изучения наукологии или экономия времени? Ну, если вы садитесь на какой-нибудь самолет быстроходный, наверное, вы быстрее приедете, чем на велосипеде на Дальний Восток. Ну, давайте на велосипеде посмотрим, кто скорее приедет. говорит, я там уже измаюсь с вас в класс в штате, пока вы будете проезжать по дороге. Ну, такая, такая. То есть, Гегель это колоссальная экономия времени, колоссальная экономия времени для изучения любых научных проблем. Это тренировка мозга в том числе. Чтобы этот мозг был вот такой, который никак не обманешь, не надуешь, потому что он следит за всеми поворотами. Потому что в диалектике, вот тут мы уже с вами сегодня наблюдали, маленький поворот уже совсем по-другому называется. Наличное везде, определенное наличное везде, нечто наличное сущее. Сущее, что такое сущее? Это вот непосредственно то, что здесь. Хлеб насущный, это сейчас который есть. А хлеб, который в магазине сейчас вот выйдем, а уже магазин закрыт. Он ненасущный. Не потому, что вам не хочется хлебца, а потому, что хочется отдохнуть тем, кто продавал хлебец. Но вот независимо от того, что им хочется, некоторые магазины работают, особенно если производят виноводочные изделия, которые нельзя продавать. Но их продают иногда. Так, еще какие-то есть вопросы? Тогда у нас есть вопросы у наших товарищей такие вопросы здесь производствующих. Вы нам говорили определение свободы, что это господство над обстоятельствами и соединением дела. А что такое независимость? Независимость? Ну, вы зависимость знаете? Ну, только отрицание зависимости. А что тут вы такого сложного нашли? Не, зависимость, не, это же отрицание. Вот зависимость. Вы если от меня зависимы в какой-то мере, в какой-то мере вы зависимы. Раз вы в Красном университете, я буду, так сказать, участвовать в приеме экзаменов у вас обязательно. Но зачеты, наверное, я у вас не буду принимать, а на экзамене, скорее всего. вопрос о том, получите вы зачет экзамена или нет положительный, от меня зависит. Как это независимость? Но как получить от меня независимость? По-моему, тоже понятно. Очень просто вы изучаете. Лучше изучаете, да и вам неважно, кто спрашивает, да хоть кто. Вот какое дело. Вы же, наверное, заметили, что я лично к тому или иному человеку никаких претензий иметь не буду. Претензии могут одни, что неправильно, сформулировано, неверно, неточно, высказано и так далее. Но мы тоже это учитываем, поэтому некоторые говорят, что это вы там не даете нам длинно это говорить? Во-первых, и кратко, короче, говорить, меньше ошибок будет. Уже хорошо. Но вы наделаете 20 ошибок, а как потом поставить зачет? Если будет на 20 страниц работать, вот вам полстраницы, будьте добры. Но если вы в полстраницы на какой-нибудь ляпнете, ну тогда держитесь, товарищи дорогие. Это тоже, тут опять-таки другая сторона есть. В полстранице не надо делать таких грубых ошибок, которые могут быть. Так, еще вопрос? Получается, у свободного человека меньше проблем, чем независимого? А? У свободного человека меньше проблем, чем независимого? Потому что вы осознали необходимость, а раз вы осознали, то если это необходимо, так вы этим и занимаетесь, и не грустите. А если вы куда-то мечетесь и хотите, так сказать, если вы независимый, независимый, вы независимый, можете пойти в яму, можете прыгнуть в небу, если вы независимый. Сейчас никто, я не буду говорить, а то и кто-нибудь возьмет, да и прыгнет, скажет. С тоски после таких занятий пошел и прыгнул, проверил. Но это же будет проявление независимости, правильно? Я независим и от погоды, и от того, чем я до этого занимался, и от того, что я мокрый буду, и, так сказать, возможно, заболею, а зато не ковидом. Я от него независимый. Ну и, а может вы будете потом легкие добычей для ковида и так далее. И это ваша независимость будет призрачной. То есть разные категории, раз разные категории, не надо их путать. Они, ну как вот ящик с хорошей, с инструментами. Ну если у меня это отвертка, так я не буду ей забивать гвозди. Она для забивания гвоздей не годится. И наоборот. Кувалдой будете заворачивать шурупы? Не будете. Но это все же нужные инструменты. Нет плохих инструментов, есть плохие мастера. И эти мастера, они как раз знают, какой инструмент и когда, в какой момент применить в ходе строительства и изготовления того или иного изделия или нового. А какие переводы алкологики дегеля на русский язык более корректные или правильные? то есть вы или нет? Значит, вот если во всех почти ошибку я могу назвать одну, грубую. Во всех переводах науки логики, за исключением того перевода, который был в собрании сочинений Гегеля, там нет ошибки. Ну и вот в том переводе, в том издание, которое под моей редакцией вышло. Когда вместо характера, когда я пошла о характере, переводят свойства. Во-первых, свойства это множественное число и свойства в третьем томе учителя. Ну как вы взяли из третьего дома хватанули, ну люди если они переводчики, то есть они допустим языкознанием занимаются, они может быть и такое допустимо и характер, и свойства и так далее. А вот характер мы уже здесь имеем. Характер что такое? Характер вот здесь в учении о бытии. Характер это что? Это проявление этой определенности вовне. Человек умный, а характер никуда не годится. Бывает такое? То есть он вместо того, чтобы это будучи, так сказать, свой ум проявить, он его скорее скрывает тем, что он ведет себя не по уму и так далее. То есть характер он с одной стороны неотделим от определенности, но это не надо путать одно с другим. А свойства? Ну не место здесь говорить о свойствах, да еще во множественном числе, а потом снова будут свойства в третьем томе, в третьей книге. Ну как это может быть? Ну вы же, наверное, понимаете, когда дойдем до свойства, будет свойство, а здесь характер. Поэтому есть так, определение и характер. Определение – это положительное утверждение, а характер отрицательное. Вот единство двух. Определение и характер. Вот в том, во всех изданиях, которые повторяют, издания 37-39 годов, которые делали институт философии, вот тех, которые повторяют, там стоит характер. И вот в том издании, которое мы сделали при поддержке товарищей, которые нам помогали, тоже стоит определение и характер. А других грубых ошибок нет. Поэтому спрашивают, а вот я, хотя есть странные такие издания. Вот есть, например, у нас коллега такой, который у нас на факультете был и директор издательства «Наука», Ленинградское отделение. Я говорю, товарищ Каменев, вот вы сделали издание «Науки и логики». Написано один том, все в одном томе, черный. Написано том первый, том второй, а внутри нет этого деления. Как такое? Какое-то существенное разделение. Куда-то делать. То есть, вроде бы, уголовление есть, а внутри так идешь текст сплошной и все. Но это существенно. Вот Гегель издал два тома науки и логики. Первый том объективная логика, второй том субъективной логикой. Это существенно? Существенно. Вот в этот первый том входят две книги. первая и вторая. Какие? Учение обытии и учение о сущности. Это пока объективная логика. А учение о понятии, естественно, субъективная логика. Что делают? Собирают это все в кучу и уже делений нет. Или обязательство мысли делает. Она на равных. Вот учение обытии. Удобно, конечно, начать читать, удобно. Удобно, но вот это вот и так-то трудно Гегеля понимать. Вы взяли и разделили. Учение обытии разлетелось на два тома. Учение обытии и учение о сущности. Вот объективность разлетелось на два тома. Это в здании Гегеля и в институте философии и в моей редакции объективная логика. А учение о понятии субъективная логика. Нет. Это вот бытие, это сущность, тем более тоника такая очень хорошая и понятие. Я когда лежал в больнице, я знал, что с собой взять. Вот я лежал там две недели, я взял учение о сущности. И эти там все книги за книгой читаю. Я читаю и читаю. То есть заинтересовались коллеги по палате. А че вы такое читаете? Да, я говорю, вот это вот Гегеля читаю. Чего вы все имя не можете никак не можете прочитать-то такое тоненькое? Такое тоненькое, можно долго читать. Когда вам нужно ехать дальнюю дорогу, возьмете домик Гегеля и вам хватит и туда и обратно вернуться. И не надо со мной много тащить. Вот сейчас вы еще не добрались до учения о сущности. Учение о сущности когда заберетесь, вот и катайтесь с ним туда-сюда. Так, еще вопрос? Ну, поскольку вопросов больше нет, не то, что их вообще нет, но мы, так сказать, я так понимаю, ведем к завершению нашего занятия. Значит, что я хочу вам посоветовать? Во-первых, надо прочитать наукологию целиком. Смысл этого чтения и о чем вы должны думать, не о том, что вы поняли или не поняли. Ваша задача первая прочитать. Чего-то вы поймете, чего-то вы не поймете. И так во всех науках. Я вот вообще учился на математико-механическом факультете и, ну, скажем, был такой курс, вот я должен был создавать курс гномологическая алгебра. Ходил у нас человека 4 или 5. И вот сидим, сидим. Я первую лекцию там матрица, в ней матрицы функции. Первую лекцию я понял. После первой лекции я уже ничего не понимал. Ну, вот так сидят, и вот как вы сидите, так молчите, так видно солидно. И мы все сидим, молчим. Потом на одной из лекций я читал профессор Боревич, доктор физмат-наук, декан матмеха. Он чего-то запнулся и минут 40 простоял. И мы сидим, он стоит, а мы сидим, все думаем, и он думает, потом говорит, не могу доказать, и пошел домой. И мы пошли домой. В следующий раз приходим, он нам рассказывает. Ну, а мне нужно, у меня было в этом индивидуальном плане, и мне надо было это как-то сдать. Сдать, когда я ничего не понимаю. Вот я приспокойно, на следующий год, но мне нужно было вообще сдать, а не обязательно в этом году. Я на следующий год пришел, и так же сижу. И совсем другая картина. И тут вроде как уже привык, наверное, к этим всем понятиям, пытался это разобрать. И я это спокойно разобрал, и сдал, ну, отлично. Но со второго раза. То есть это обычное дело. Если нам нужно разобрать теорему, ну, сидишь и ее разбираешь. Через месяц все поймешь. Но есть такие книги, в которых ничего не надо разбирать. Там нечего вообще разбирать, поэтому нечего их и читать. А эта книга глубокая. Глубокая есть глубокая. Поэтому читайте спокойно, прочитали до конца. Поздравляю с тем, что один раз вы прочитали науку и логики. Теперь вам легче будет читать первый раз соответствующие места. И так далее. Вы будете заглядывать, использовать эта книга жизни. То есть вы ее будете использовать. Всякое чтение, очередное чтение науки и логики поможет вам быстрее решать всякие другие дела. Вот. Я хочу сказать, что мне она помогла в каком плане. Я же не, я вообще не учился ни одного дня на философском факультете. И не был в аспирантуре философского факультета. И не был на стажировке на философском факультете. Я пришел докторской по философии и защитил докторскую. А поскольку я был как бы сбоку какой-то пришел, я был кандидат экономических наук, и у меня получилась работа, у меня хватало по философски с изучением на логике Гегеля. Вполне для этого дела. И монография была. Ну вот два раза мою докторскую завалили. Каждый раз было. Как завалили? Ну, больше половины, но меньше двух третей. То есть это больше половины хорошо. Как я должен был внести? Вот меня добрили. Ну, а как может быть сразу у вас две трети? Вообще-то удивительно такие требования. Как две трети? Ну, большинство это большинство, а две трети получить? это ничего себе говорят, это новое, неизвестное и так далее. Ну, вот каждый раз я менял название докторской и, соответственно, дорабатывал. Последний вот этот вариант где-то прошло два часа, а так было один день, второй докторской ваня, а тут получилось два часа и все. Один товарищ мне задал вопрос, я ему так ответил, как он сегодня отвечал, и больше никто не захотел задавать вопросов. Туда-сюда надо принимать все, и все. А я думал, что все, нет, а потом факи обсуждали, обсуждали, доклад делал высшей дистанционной комиссии, и после этого направили на перезащиту в Институт Философии и Академии Наук. И вот я там в Институте Философии в порядке подготовки плавал там в бассейне Москва, на месте которого сейчас опять стоит Храм Христа Спасителя. И на защите в секторе научного коммунизма я получил единогласное решение, и там прошло еще полгода, и утвердили со временем. Вот и все. Но это же все посторонние такие вещи, от этого ни книга никуда не делась, ни идея, поэтому это не так уж очень и существенно. Но вот мой коллега, который не читал наукулы, работают. Я с ним спрашиваю, а сколько у тебя работы? Он говорит, двадцать, а у меня двести, а сейчас у меня триста семьдесят пять. То есть наукулойки умножает ваши возможности. В какой области? Во всех. Ну, потому что во всех областях надо головой соображать и пользоваться достижениями передовой философской науки. Но кто не пользуется, тот и не пользуется его делом. Никого мы не можем заставить. Я, скажем, против того, чтобы заставить изучать наукулыки. Мы уважение заставляем, но зачет принимаем. Ну, зачет, зачет. Читали, счет, счет. Зачет сделал, счет, счет. Зачет. Но из этого не следует что-то прям так все. Это сложно, поэтому никаких там сверх высоких требований не предъявляем. Мы сами через это проходили. Кирилл Валерьевич Юрков, он кандидат технических наук. Работает он в сфере IT-технологий. Там тоже надо так сказать. Он знает прекрасную математику. И он в этом смысле тоже самостоятельно освоил и ведет занятия. Вот он даже похож на Гегеля. такая прическа. А поскольку я родом из деревни, там у нас прозвище. Фамилии никто вашей не знает, а прозвище было Юрков. Вот так. А у нас вот Юрков как раз семинарский ведет. Вам повезло. Так что советую вам отнестись к этому делу как к тому, с чем вы будете жить всю свою жизнь. и если вам говорят, что надо чистить зубы желательно утром и вечером, то я бы сказал, что неужели гимнастика мозга заслуживает меньше внимания, чем санитария вот этой ротовой полости. так что от этого, от того, что вы будете этим заниматься, только один плюс. Независимо от того, чем вы занимаетесь на практике. Мне мой сын говорит, он кандидат педагогических нового, сейчас работает юристом, и он говорит, что это, конечно, мне помогает писать документы очень сильно. Причем в самых разных областях. Я думаю, что это всем нужно, потому что другого такого более мощного средства развития разума человека просто нет. И сюда пришли счастливчики, я хочу сказать, потому что другие до этого даже не доросли до того, чтобы браться за это. А здесь вот я спрашиваю, они отвечают, я бы не удивился, если бы никто бы не ответил на мои вопросы. А тут уже бегло отвечают, я уже не знаю, что делать. Потому что это подозрительно даже. Может, они и так просто изображают, что они не знают, а на самом деле все знают. Так что вам желаю осваивать это. И прошу прощения, что мы не все разобрали, потому что, как вы понимаете, бегом это разбирать не получается. А вы видели, как мы медленно разбирали за какой кусок? Но вы должны разбирать это все, идти до конца и науку логики. А у нас еще впереди учение о сущности. Там вообще ничего не понятно, потому что там все наоборот. Это же что такое? Это отрицание бытия. Это мы будем сидеть в негативе. И с этим негативом разбираться. И искать в этом негативе что? Позитив. Но на счастье есть отрицание и отрицание учения о понятии. И вот там вы обрадуетесь, но там уж совсем непонятно. Вот это я хочу сказать, что я, например, вот сейчас те именно темы, которые я на кружке тут преподаю, и это такая непонятная, такие непонятные, что я для того, чтобы подготовить одно занятие, читаю там многократно это дело, и там думаю, как это все изложить. Очень сложно. Но все равно это дело просветления наступает. Мы уже доехали до того, что у нас уже умозаключение. До умозаключения дошли. Тем более, что исполнилось 100 уже занятий, прошло кружка любителей гегельской диалектики КЛГД. Ну и хочу сказать, что распространение вот этого понимания того, что надо изучать диалектику уже теперь фиксируются такими вещами, которые являются внешними. В частности, вот на сайте Академии смыслов Лоббио и Дюб есть краткий курс науки логики Гегеля в моем изложении. Он 4 часа 40 минут. Там на этом сайте мы изучаем Ленина, 45 томов обсудили, уже 12 томов Сталина, ну и там тысячи, полторы, даже есть 10 тысяч некоторых просмотров. А вот этот краткий курс науки логики, про который народ справедливо хохочет, когда пишет хорошенький краткий курс 4 часа 40 минут, вот этот краткий курс на сегодняшний день 175 тысяч просмотров. 175 и тысячи отзывов. То есть я хочу сказать, что если раньше изучение науки логики было, ну скажем, каким-то изюмом и исключением, то теперь люди явно наевшись всяких блогеров, которые высказывают, что им пришло на ум, они видимо пошли искать настоящие науку. И я даже сам по огромному слову и учитывая сложность этого материала, я отдаю себе в этом отчет, что это и мне сложно было, и было, и сейчас есть, и готовиться даже к кружку. И вот люди 175 тысяч просмотров это очень много. Это говорит о том, что наука логики и диалектика она вышла ну вот на уровень такого, можно сказать, умственного признанного в обществе вершиной мышления. Так что приобщайтесь к великому и это всегда на пользу. Спасибо за внимание. Всем успехов в изучении диалектики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!